Добрый день, уважаемые участники нашей пресс-конференции. Благодарю, что вы дружно прибыли на съезд. Наша задача сегодня обобщить на съезде и принять обязательства партии, наших депутатов и кандидатов перед гражданами страны избирателей. Я уверен, что эти обязательства будут очень насыщены, программа реальна, и мы ее выполним. Я надеюсь на вашу поддержку. Несколько слов о депутатской вертикали и социально-экономической особенностях программы сейчас высказывают мои заместители. Мельников, Кажет, пожалуйста. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, ну, во-первых, вы понимаете, что это очередной этап подготовки к съезду, подготовки нашей предвыборной программы. Она уже в значительной степени сверстная, но окончательное решение о принятии этой программы будет принято 25 июня на съезде партии, в которой мы будем решать все предвыборные вопросы. Геннадий Андреевич сказал о том, что мы сегодня будем принимать два документа. Один документ обязательства перед гражданами России. У вас, наверное, есть проект этого документа. Я бы, может быть, обратил внимание на другой документ за открытые и честные выборы. Обращаю внимание на этот документ, потому что, во-первых, он очень серьезный, во-вторых, это не просто декларация, а призыв ко всем участникам, властям, к народу провести вот открытые и честные выборы. Там очень четко сформулирована наша позиция. И это не просто, понимаете, призыв на каком-то пустом месте. К сожалению, даже те же праймерис, как вы, журналисты, прекрасно знаете, показали, что проблема с честными выборами, с честным подсчетом голосов даже внутри партии «Единая Россия» стоит очень-очень серьезно. А я вам приведу сейчас один пример, когда еще выборы не начались, а грязные технологии пущены, так сказать, на полный ход. Причем, ну знаете, иногда некоторые вещи можно оспаривать. Говорят, вот вы, коммунисты, там, вечно чем-то недовольны, вот это не так, то не так, так сказать. На самом деле все, везде нормально идут выборы. Вот я вам показываю газету. Это совершенно черная газета, которая выпущена недавно в виде нашей газеты «Правда Москвы», выпущена огромным тиражом. Это черная газета против нашей партии. Понимаете, что трудно, есть все обращения в избирательные комиссии, правоохранительные органы, найти заказчиков, найти исполнителей, найти тех, кто распространяет эту газету. Выборы еще не начались, а грязные технологии идут во всем. Точно так же выпущена большим тиражом газета «Правда». Черная грязная газета. Поэтому мы считаем, что обращение сейчас ко всем участникам выборного процесса, гражданам России, властям о том, что надо проводить действительно честный выбор, особенно в той ситуации, в которой находится страна, это исключительно необходимо и просто без этого никакого доверия к итогам выборов не будет. Уважаемые коллеги, конечно, сейчас предвыборная ситуация требует соревновательности программного документа. Я сегодня хотел бы буквально несколько слов сказать по поводу блестящей сложенной программы в основном докладе сегодня на съезде, но чтобы мы еще обратили внимание на то, что наша экономическая парадигма, она хорошо гармонизирована социальной политикой и экологической, потому что людей сегодня, конечно, волнует стабильность в рабочем месте, в заработной плате, но чтобы это все хватало, это достаточно для того, чтобы семья жила нормально, чтобы дети и старшие имели возможность хорошо питаться, отдыхать и так далее, и так далее. Вот весь наш смысловой алгоритм программы экономической наполнения бюджета, он связан не только с модернизацией производства, но социальной сферы. И вторая часть не менее важна и значима, потому что жизнь человека зависит от экологического, конечно, питания, от экологического места работы, но и окружающей среды, там, где человек живет. И здесь экологическая проблема, она тоже встает сегодня в полный рост. И последние ООНовские решения после кризиса, после кризиса восьмого года, вот восьмой-двенадцатый год он характеризовался заботой международного сообщества о том, чтобы произошла эта гармонизация с изменением климата. И вот мы все делали в нашей шестой думе для того, чтобы создать экологический каркас, который бы заставил модернизировать, особенно грязное производство, а это все добывающее. И чтобы мы серьезно позаботились о наших земельных ресурсах, водных ресурсах. И самое главное, формируя бюджет, мы могли бы создать механизм продуктивного использования всего того, что даем в регионы и на производство. То есть ресурса нашего базового экономического на продуктивное использование и субсидий, и субвенций. А для этого мы восстанавливаем парламентский контроль, и народный контроль. И заботимся о тех производительных силах, которые охватывают всю нашу великую, могучую Россию, ее территорию и на северах, и на Дальнем Востоке. Вот это особенности нашей программы. Ну и Енадий Андреевич сегодня говорил, что в основу бюджетной политики мы ставим новый налоговый подход через прогрессивный налог, снижение нагрузки на наши промышленные предприятия, особенно малый и средний бизнес, на сельское хозяйство. И, естественно, за счет прогрессивного налога мы добавляем несколько триллионов в федеральный бюджет. Конечно, это монополия алкоголь-табак и минеральная сырьевая база. Это дополнительных 10 триллионов рублей, которые к сегодняшним 13-7 доходным добавляются, и получаются те искомые 25 триллионов, о которых говорит председатель партии. И разумное, повторяю, использование этих средств на благо народа, государства российского, это как раз и является сутью нашей программы. Мы хотим, чтобы больше и больше людей сегодня ознакомились. Ни один губернатор, ни одно министерство не высказалось здорово критически или в своих письменных заключениях с каким-то отрицанием нашей программы. Они только ссылаются на то, что надо, в принципе, менять курс, тогда мы ваши, тогда мы с вами. И мы, конечно, предлагаем сегодня сменить социально-экономический курс влево в интересах народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова